Эволюция. Конец кочевой жизни. Охотничьих групп. Но все изменилось в конце последнего ледникового периода, около 10 тысяч лет назад. Община на Среднем Востоке обнаружила, что можно сеять зерно и держать домашний скот. Они быстро поняли, что лучше иметь источники еды там, где они живут, чем ходить по окрестностям в поисках пропитания. Кочевники стали мирными жителями и начали строить долговечные жилища. Этот новый образ жизни значительно изменил ситуацию. Выращивание полезных растений улучшило качество пищи. Осевшие общины могли растить больше детей, чем кочевники. Все больше и больше людей собирались в одном месте, что привело к образованию поселений и небольших городов. В течение нескольких тысяч лет почти все люди перешли на оседлый образ жизни. В результате огромные леса стали полями и лугами. Количество городов росло. Внутри городского социума люди стали делить работу между собой. Это привело к образованию первых профессий. Фермеры отвечали за пищевые продукты. Горшечники и кузнецы делали инструменты. Солдаты обеспечивали безопасность. В то время как общины, сохранившие кочевой образ жизни, не развивались, оседлые общины достигли изумительного прогресса. Появлялись новые профессии, общество росло, выселения становились все больше и больше, от городов-крепостей в средние века до современных огромных мегаполисов. Сегодня только в одном Токио живут 20 миллионов людей. Столько же людей было во всем мире 6,5 тысяч лет назад. Когда человечество стало вести оседлый образ жизни, началось техническое и культурное развитие, находящееся сейчас в разгаре.